Как всегда, по понедельникам в программе «Без вопросов» Александр Проханов. Александр Андреевич, приветствую вас. Добрый вечер. Я напомню сразу все средства связи, как можно написать и задать свой вопрос Александру Проханову. Плюс 7 925 101 107 0. Сюда приходят ваши смс-ки. Плюс 7 925 101 107 0. Если вы сейчас в интернете, то на нашем сайте rusnovosti.ru есть специальная кнопка «Задать вопрос в прямой эфир». И телефон прямого эфира 7 8 8 107 0. Чуть позже включим. Будем принимать ваши звонки. 7 8 8 107 0 по коду 495. Начинаем в какой уже раз с Украины. Ситуация там не утихает. Сегодня были нанесены авиаудары по Луганску. Я сам только что посмотрел на YouTube ролик, как это было. Украинский самолет сбросил бомбу в самом центре Луганска. Она взорвалась рядом со зданием областной госадминистрации, там, где базируется руководство Народной Республики. И позже еще блокпост был подобным же образом в районе станции Луганской атакован. Но вот что касается этих видеокадров, запись камеры видеонаблюдения, то сначала перед нами мирный город, едут машины, люди гуляют, и потом вот этот вот взрыв. А потом я смотрел фотографии на «Комсомольской правде». Журналист, корреспондент этого издания говорит, что сам был свидетелем произошедшего, и как минимум семеро погибли тут же. Там разрушения гигантские, и, безусловно, такие разрушения, которые можно наблюдать на этих фотографиях, вызваны не ракетой от ПЗРК, которая ударила по кондиционеру. Такие объяснения давали некоторые украинские силовики. Вот скажите, если называть вещи своими именами, что происходит сейчас на юго-востоке Украины, и к чему это приведет? Если называть вещи своими именами, то там происходит убийство городов. Убийцы готовы их уничтожить тотально. Они получили на это разрешение, у них есть квоты на истребление мирных жителей, и они приступают к этим избиениям. Убийство городов. А я вспоминаю, Тимошенко говорила про выжженную землю. Не это ли она имела в виду в свое время? Это убийство городов не случится. Города ранены, города страдают, города сражаются. Луганск, Донецк, Славянск – это города-герои. Когда-нибудь они получат титул городов-героев в составе России или в составе государства Новороссия – это города-герои. Там сегодня сражаются лучшие русские люди. Они, может быть, лучше нас. Потому что там проснулся настоящий русский победный дух. Это люди-великаны, это те великаны, которые вдруг появились в 1941-1945 году среди обычных русских людей, крестьян, хлебопашцев, бухгалтеров, каких-нибудь студентов-очкастов. Они выросли в великанов. Вот сейчас мы свидетельствуем о том, как там сражаются великаны. Они подтверждают право называться русскими, право называться великороссами. Конечно, они упрек для всех нас, которые находятся сейчас в удобной студии, в удобном кресле. Или сидят в барах. Или, может быть, в своем возбуждении, восхищении, любуясь победой наших сборных, сосут пиво, кричат «Россия! Россия!» Это огромный всем укор. Ну что ж, давайте сносить этот укор. Давайте вспомним, как во время Крыма поднялась от Тихого океана до Смоленска вся Россия с лозунгами «Своих не бросаем!». Давайте вспомним, бросаем мы своих или не бросаем? Нет, мы своих не бросаем. Говорю я сегодня уверенно. Оттуда только что вернулся мой сын, он рассказал, что там происходит. И идут добровольцы. Идут добровольцы одиночками, малыми группами, ручеками, потоками, пешком, садятся на КамАЗы, прорывают границу, проламывают ее, идут тропами, пересекают этот глубокий рой, ров, прорытый олигархом, для того, чтобы сдержать русские танки, которые не собираются туда идти. В этих КамАЗах сядут добровольцы. В этих КамАЗах гремит оружие. В этих КамАЗах есть какое-то количество переносных взлетно-ракетных комплексов, которые этих воздушных убийц загонят за облака, уже сбивают вертолеты, начнут сбивать этих убийц, говорящих, кстати, по-русски. Поэтому там идет создание, может быть, даже нового русского народа. Нового русского народа, который после 1991 года ослабел, ищах, был убит, какая-то часть была перекуплена, какая-то от тоски застрелилась, другая спилась, третьи комфортно решили устроиться в новых своих офисах. Вот там идет создание нового, а может быть, исконного настоящего русского народа. Это великолепно. Повторяю, украинская армия, которая сейчас будет тормовать эти города, она не способна это сделать. Она деморализована. Она никогда за все эти 20 лет существования Украины не занималась строевой и военной подготовкой. Они не хотят, эти парни, сражаться. В основном это русские люди. Это русские ребята, русские парни. Что же они будут убивать наших русских? Они сдаются, они отлынивают, они делают вид, что стреляют, они отлынивают от своих задач, заданий. На них набрасываются эти скунцы, эти мерзкие, молодые, яростные, майдановские правый сектор. Вот они готовы воевать, но они не умеют тоже воевать. Ведь современная война, особенно война в условиях города, в условиях снайперов, в условиях огневых точек, в условиях сложнейших уличных боев, это навык, это искусство. Эти молодчики из Майдана не умеют воевать. Они боятся, они разбегаются при стрельбе и при выстреле. Поэтому идет сопротивление. Конечно, наш дух здесь, в России, страдает. Мы ропщим, мы ропщим на правительство, мы ропщим на Путина, надо понимать, я так считаю, я не настаиваю на этом, я так считаю, что власть действует в очень сложных обстоятельствах. Она действует в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Обстоятельства сложнее, чем в пору Крыма. Идет газовый конфликт, идет сложнейшее давление по экономическим сферам. Огромная пятая колонна здесь. Мы называем пятой колонной прессу, которая поливает нас грязью. Это Шендрович, который хохочет и кричит по своему радио, говоря, что, а, ну где же вас Путин? Вот вас бросили. Вот вам так и надо. Вы там чуть ли не глумится над нами. Нет. Это пятая колонна, но не она главная. Пятая колонна – та, что молчит. Та колонна, что сидит в конторах, в офисах. Пятая колонна, которая зарабатывает деньги на русской нефти и вкладывает их в западную цивилизацию. Пятая колонна – та, кто окружает Путина своими референтами, своими советами. Это сложнейший компот, от которого сегодняшняя Россия не избавилась. Я боюсь, что в результате вот этих внутренних напряжений, конфликтов складывается антипутинская коалиция внутри России. Это очень серьезно. Это очень опасно. Поэтому я считаю, что у власти есть обстоятельства, которые заставляют ее медлить. Но народ не медлит. Народ, гражданское общество вправе сражаться. И мы сражаемся. Сражаются священники, идет сбор средств. Посмотрите, если вы хотите принять в этом участие, посмотрите на патриотические сайты, посмотрите в газету «Завтра», на сайт газеты «Завтра». Там есть счет. Вы можете кинуть там свою копейку или свои тысячи долларов, если они у вас есть. Киньте, идет сбор. На эти деньги собираются, строятся лагеря, собираются активисты, которые направляются туда, в Украину, чтобы проповедовать и разлагать весь этот украинский мир. Мы не сдаемся. Александр Проханов в программе «Без вопросов». Мы не сдаемся, говорит он о ситуации на юго-востоке Украины. «Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль». СМС-сообщение приходит сюда. «Русновости.ру» наш сайт. И семь восемь 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 сто семь и ноль. Телефон в студии по коду четыре девять пять. Очень много сообщений вот такого содержания, Александр Андреевич. Например, «двести седьмой» пишет на СМС-портал «плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль». А власть, говорит он, не бросает. Или еще один наш слушатель Клер Кон подписался так, тоже через сайт «русновости.ру» отправил сообщение. Не кажется ли вам, Александр Андреевич, что все российское руководство банально сдало весь Донбасс? Как вы относитесь к словам Эдуарда Лимонова насчет того, что и Крым-то брать не хотели, но пришлось? Вот сейчас проще всего нам, эмоциональным русским людям, которые сидят петрит экраном, слушают радио, бросаться такими обвинениями. Что может быть проще? Взять промокашку, разжевать и кинуть ее во власть. У меня, признаться, самого бывают такие порывы желания. Я останавливаю себя, я говорю, что власть действует в обстоятельствах гораздо более сложных, более сложных, чем мы с вами, сидящие перед телевизором. Повторяю, власть делает все, что возможно на сегодняшний момент. Потому что, повторяю, газовый контракт. Вы думаете, что газовые отношения России и Запада – это фитюлька? Да многие из нас получают пенсию только потому, что существует «Газпром» и идет этот газовый контракт. А вы что считаете, что Евразийский союз, который сейчас был заключен, Путин, Назарбаев и Лукашенко – это что, простая ситуация? Как нервно смотрел на всю украинскую проблему Лукашенко? Как нервно к ней относится Назарбаев? Поэтому, конечно, Путин должен быть очень сдержан, очень осторожен. Есть макропроблемы, которые решает государство сегодня и будет решать завтра. Я не хочу оправдывать власть, но промечиво швырять в нее камнями я тоже не хочу. Это несправедливо. Давайте поедем вместе с вами в Донецк. Это будет наш вклад в борьбу и нашу победу. Присоединяйтесь. Вперед в грузовик КамАЗа. Садитесь на жесткие мешки или на бойкомплекты, которые трясутся. И бездорожье, спасаясь от этих перехватчиков, от правого сектора, прорываемся в Донецк и в Луганск. Вот там и поговорим. Так, 66-й. Назовите еще раз сайт, где можно внести свой вклад в борьбу с фашизмом. Не хочу нарваться на мошенников, пишет 66-й. Вполне резонное замечание. Откройте сайт газеты «Завтра» или газету «Завтра». Там на этом сайте счет. Под этим счетом подписались очень достойные представители фатриотической интеллигенции. Под этим счетом подписался я, под этим счетом подписался Дугин, под этим счетом подписался Ивашов генерал, под этим счетом подписались Стариков, Стариков подписался. Это вот гарантия того, что это не жульничество. Мы сами внесли туда свои лепты. Поэтому поглядите, кому пускаем шапку по кругу, кому сколько не жалко. Эти деньги пойдут, повторяю, на подготовку активистов. Может быть, эти деньги пойдут на аренду КамАЗов. Может быть, эти деньги пойдут на закупку ПЗРК. Вот так. Бандеровцы приходят и уходят. Но зачем разрывать Украину на куски в угоду сегодняшнему моменту, спрашивает 16-й наш слушатель. Конечно, давайте ее сшивать. Давайте сшивать фашистскую, бандеровскую, западную Украину, которая мочит нас и режет нас и жжет в Одессе людей. Давайте сшивать ценой жизни наших соотечественников, наших братьев на Юго-Востоке. Тем более, что Соединенная Украина, я вам говорю, Украина будет соединяться не под эгидой Москвы, она будет соединяться под эгидой Порошенко, под эгидой Штатов. Она соединится. И эта Соединенная Украина станет мощнейшим натовским плацдаром против России. И этот хаос, эта смерть придет сюда. В интересах, в стратегических интересах России. Не допустить создания единой пронатовской Украины. Поэтому я думаю, что в Кремле есть люди с стратегическим мышлением. Они понимают, что объединение Украины под эгидой Обамы, под эгидой Штатов, под эгидой Госдепа – это смертельный удар по России. 788-107-0. Телефон прямого эфира. Принимаем ваши звонки. Напоминаю, код Москвы – 495-788-107-0. Как вы видите, дальнейшее развитие событий на Украине. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, чуть громче только говорите. Представьтесь, ваш вопрос, прошу. Евгений. Да. Вопрос у меня такой. На самом деле, на мой взгляд, там в Украине больше чего интересы финансовые скрещиваются. Так в чем вопрос? На ваш взгляд финансовые интересы кого, во-первых? Чьи? Олигархов. И что из этого следует? Ваш вопрос. Какой стать? Наши дети пойдут туда воевать. Я считаю, что не нужно нашим детям идти давать. Пусть они придут сюда и убьют наших детей здесь. Зачем посылать туда своих детей, тратиться на дорогу? Они придут и задавят наших детей в наших колыбелях, вырежут здесь, превратят здесь всю Россию в мертвую зону. Неужели вы не чувствуете? В 1991 году уже вырезали одну треть государства. Исчезли она. Она превратилась во враждебные нам республики Прибалтики, та же Украина. Это враги, это лютые враги, которые захватили наши стратегические соперники из НАТО. Сейчас это делается на Украине. Не надо посылать наших детей, конечно. Давайте мы с Тереки пойдем. Я готов. Присоединяйтесь. Давайте еще пару звонков. 788-107-0, код 495. Нет, мы не будем оставаться на линии. 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Меня зовут Владимир. Да, Владимир, если можно, коротко. Вопрос ваш. Вы знаете, я обожаю Александра Андреевича, полностью поддерживаю его позицию и утверждаю, что если только мы не будем на юго-востоке, там будет НАТО. Да, спасибо, Владимир. Я понял, что вы полностью согласны с Александром Парахановым. 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Александр. Я вот по последним событиям, но в Луганске хочу все-таки высказать, что ну уж слишком очевидны эти провокации на то, чтобы мы туда вмешались. Но я не поверю никогда, что самолет там просто так будет бомбить по зданию, которое в городе. То есть вы считаете, что это с ПЗРК запустили, и она в кондиционер попала? Как расписывается сейчас Украина? Не, не, не. Я считаю, что это конкретно была бомбежка, просто надо понимать цель ее. То есть это не чтобы там уничтожить террористов. Александр, вы какие цели? Хорошо, вы говорите... Подождите, вы говорите, надо понимать цели. Что вы имеете в виду? Не, я просто для тех людей, кто считает, что надо, допустим, вот срочно России там объявлять какую-то беспилотную зону, вводить войска, ничего подобного. То есть это все провокация. Надо помогать ребятам с возможными методами. Вот как вот сейчас вот обязательно газета, напомните только, пожалуйста. Газета завтра. Завтра, да, вот открою, переведу. Но для того, чтобы мы официально делали какую-то ответку, я считаю, что ни в коем случае. Да, понятно. Провоцирует. У нас есть Сирия, у нас много всяких нерешенных проблем. И это... Ну что, осторожность, это прерогатива власти, я согласен. Власть должна рисковать, оценивать риски. Власть действует умом, разумом, на нее работают разведки, информация. Но мы-то с вами чувствуем сердцем. Мы с вами не рассуждаем, мы с вами не политики. Мы смотрим, как убивают женщины. Огромная лужа крови сегодня была, липкая и красная. И мы рвемся туда, потому что, повторяю, пойдите сейчас на кухню себе, включите кран воды. Получите там не воду, а красную струю крови из Луганска и из Донецка. Короткая пауза и продолжим. Я вижу, что очень много звонков. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один сто семь и ноль. Напоминаю, смски семь восемь восемь сто семь и ноль. Телефон прямого эфира и русновости.ру можно писать через наш сайт. Но нам надо двигаться дальше. Вот смотрите, сегодня Минэнерго подтвердила факт того, что Киев перевел часть долга за газ. Семьсот восемьдесят шесть миллионов, но там долг гораздо больше. Долг там уже чуть ли не пять миллиардов. Вот. Что еще? Газпром идет на уступки. Уже говорит, что все, не будем ждать предоплаты. Берем паузу, смотрим, что будет до девятого июня. Сегодня Миллер об этом заявил. И, возможно, даже скидку дадут Киеву. Такие новости по газу. На ваш взгляд, какую роль газовый вопрос играет сегодня в событиях на Украине? И в том числе в выстраивании нашей позиции? Кажется, огромную роль. Огромную роль. Потому что Газпром, как бы к нему ни относились. То есть ты говоришь, что это монстр чудовищный, что он нерентабельный. Но Газпром является действительно основой нашего сегодняшнего российского благосостояния. У нас нет мощной машиностроительной базы, которой мы могли торговать в мире. У нас нет гражданских самолетов, которыми мы могли наводять небо мира. У нас есть газ. И этим газом мы торгуем. Мы сидим на газовой игле, как говорят у нас. Поэтому если Европа соскочит с этой газовой иглы, то есть у нас не будут покупать газ, мы начнем страшно разрушаться. И Путин, который первую часть своего правления посвятил созданию сложнейшей энергетической архитектуры в Европе. Эти газопроводы, эти системы переговоров. Меркель, Германия, Англия. Строительство северного потока. Сейчас строительство южного потока. Это все сюда замешаны колоссальные интересы. Стратегии, будущее. Огромное количество людей, элиты. И теперь вдруг все это начинает шататься. Все это начинает рушиться. Причем рушиться, ведь если, допустим, Ярыш начнет исполнять свои угрозы и начнет взрывать газопроводные сети, не нужно будет никаких переговоров с нафтогазом. Все и так разрушится, искукожится. Мы являемся заложниками этого. Но не только мы, Европа тоже. Вот поэтому и страшна эта война на Украине. Потому что она использует свои разрушительные слепые силы для того, чтобы манипулировать огромными массивами мировой политики. Считают, что, повторяю, мысль его предаток. Вот тоже есть такое расхожее утверждение. Да, конечно, мысль его предаток. Мысль его предаток. Но это унизительное название. Ведь создание вот этой газо-нефтяной индустрии, которую мы осуществили за эти 25 лет, это колоссальный труд. Это, понимаете, это не создание пирамиды, там, какой-то МММ. Мы освоили неудобицы. Мы влезли в мерзлоту. Мы влезли в страшные болота. Мы влезли на шельф. Пришлось прокладывать дороги. Пришлось их подмораживать. Каждый год туда несутся наши суда и наши грузовики-позимников, чтобы доставлять солярку для бурения. Там новые типы буровых, новая технология бурения всего этого. Чего стоит, повторяю, идея создания этих буровых платформ, которым во время полярной качки, полярных ночей будут причаливать танкеры. И они должны причаливать прецизионно точно. Малейшее смещение грозит разрывом, катастрофой, аварией. Поэтому их соединяет, стыковывает с космической точностью. Космос задействует на Газпром. На Газпромовские трубы, которые идут в Европу или по дну океана, задействует армия. Особая служба охраны этих газопроводов, разведка, которая вокруг этих труб создает кольцо информационных поисков. Создают специальные мини-подводные лодки на верфях наших, чтобы они двигались там по дну Балтийского моря и охраняли эту трубу. То есть создание этой индустрии под силу только очень мощной стране, мощной державе. Вот эту индустрию где-нибудь в Катаре или в Эмиратах делали американцы и англичане с их технологией. Мы сделали ее сами. И одно дело, повторяю, создавать вот эти нефтяные поля где-нибудь в сухих, засушливых местах пустынь. А другое дело их строить в этих чудовищных ледовых тундрах, хлюпающих. Поэтому создание «Газпрома», создание индустрии перекачки газа из Ямала, например, в Гамбург или, может быть, в Мадрид, в конце концов, это колоссальная индустриальная, не говоря уже о геополитической, задача. И теперь все эти сложнейшие усилия, на которые потрачены миллиарды, на которые потрачены целые поколения людей, ими манипулирует какая-то мразь из правого сектора. Вот в чем драма сегодняшних переговоров по газу. Вот что является сдерживающим фактором для власти, для Путина, скажем, вести войска. Это я предполагаю. Не только это, но и многое другое. Поэтому газовая тема – это мучительная и очень драгоценная для России тема. Слава тебе Господи, что Россия обладает таким количеством газа. Ну и будь он проклят, этот газ, потому что он не дает нам возможности создать собственную машинообрабатывающую индустрию. Что делать? Что делать? То и дело. Правильно. Поступаем. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. СМС, портал, напоминаю, русновости.ру, наш сайт. И телефон в студии семь восемь восемь сто семь и ноль. Семь восемь восемь сто семь и ноль. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Я из Запорожья. Жил буквально в пяти минутах от облсофт-рофа в свое время. Сейчас я вот гражданин Российской Федерации. Мне пятьдесят два года. Я готов пойти добровольством, но при условии, во-первых, объявления всеобщей мобилизации, а с другой стороны, при условии отказа патриарха Кирилла от поздравления фашиста Порошенко. Это абсолютно неприемлемо. Убивают русских людей, и патриарх Кирилл поздравляет фашиста. Он что, не знает, что происходит? Вот вы выставили условия. Может быть, эти условия для Кирилла и для власти нашей будут неприемлемы. Тогда вы не пойдете добровольцами. А кто-то пойдет, не воздвигая таких условий. Поэтому добровольцы, они есть по доброй воле. Есть воля добрая. Иди. Что-то сделает? Оставайся. 788-107-0. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте. Меня Илья зовут. Да, Илья, прошу. Почему вы людей на эмоции выводите? Я просто понять не могу. Илья, можно по сути? Вот смотрите, секунду. По сути, вот как вы считаете, какую роль газовый вопрос сегодня играет в событиях на Украине, на юго-востоке Украины? Вы согласны с Александром Прохановым? И вообще в нашей стране. Это плюс или минус? Это благо или нет? То, что мы так зависим от наших недр. Ну, всем понятно, что наш бюджет сидит на этой игре, и то, что мы зависим от этого всего. Но я больше чем уверен, что финансовый момент, в том плане, что мы не можем себе позволить ни везти туда войска, ни присоединить территорию. Мы финансово просто не потянем. Мы Крым-то присоединили, мы уже, наверное, уже пожалели об этом несколько раз. У нас бюджет прыгает из профицитов в дефицит постоянно. А мы рассуждаем только о том, что эмоции надо о последствиях думать этого присоединения, а не о том, что понятно, что там люди наши гибнут, понятно, что у них там это все славянское население. Но думать надо в первую очередь о своей стране, о благосостоянии 40 миллионов человек. Да, верно, я абсолютно согласен. Вот такой дурень был в русской литературе. Федор Михайлович Достоевский, идиот такой. Он еще ввел категорию слезы ребенка, что слезы ребенка дороже всех миллиардов, всех бюджетов. Но он ошибался, конечно, потому что он не качал высшую школу экономики и не знал, что такое гаидеризация. А вот я вам скажу, что был такой момент в истории России, 18-й год, когда случилась революция, когда сверх лицаря и империя распалась. Она распалась на тысячи кусков. И, понимаете, надо было думать, конечно, о бюджете, чтобы прокормить бедных людей Петербурга. Но эти безумцы, большевики, они создали первую конную и вторую конную. И они собрали опять империю. Они создали Красную империю, которая выиграла в 45-м году войну. А до этого преобразила всю неудобицу этой Евразии. Поэтому нужно быть умным, рациональным, но при этом не быть сволочью. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. СМС-портал. Напоминаю, сюда приходят ваши сообщения. Уже после информационного выпуска к ним я обращусь. русновости.ру, если вы в интернете, то пишите сюда. Там есть специальная кнопка «Отправить вопросы в прямой эфир» и семь восемь восемь сто семь и ноль. Телефон в студии по коду четыре девять пять. А сейчас самые свежие новости. Двадцать часов тридцать три минуты. Программа «Без вопросов». Сегодня, как всегда, по понедельникам. Писатель Александр Проханов. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Ваши сообщения. русновости.ру. Сюда ваши вопросы приходят через интернет. И телефон в студии семь восемь 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 сто семь и ноль. Код четыреста девяносто пять. Не поняли иронию вашу некоторые наши слушатели Александра Андреевича. Вот семьдесят четвертый ему вопрошает. Неужели Достоевский дурень? Спрашивает семьдесят четвертый. Да нет же. Александр Андреевич о другом говорил. Семь четвертый. Посмотрите на себя в зеркало и поймите, кто из нас троих дурен. Я, Достоевский или, может быть, вы? Как можно вести переговоры по газу, когда бомбы сбрасывают? Где же весь запал от разрешения Сафеда на ввод войска восклицает Васильевич, наш слушатель? Я все сказал по этому поводу. Да, здесь есть еще несколько таких негативных реплик. Я их обобщу и тоже прочитаю, а вы прокомментируете. Ну, например, Ян пишет. Не противоречит ли ваши призывы российским законам, спрашивает Ян. Или Стас, нет, не Стас, Серж так подписался, говорит, что власть настолько испугалась Майдана и повторения его в России, что для очернения и запугивания нашего народа дезинформирует русский народ с вашей, Александр Андреевич, помощью и с помощью лживых российских СМИ. Ну, на последнее. Может быть, действительно я лгу, и никаких бомбовых ударов по Луганску нет. И города такие, как Славянск или Донецк, это цветущие города, где работают театры, бьют фонтаны. И действительно я лгу, говоря, что там идет борьба и бойня. И что самая страшная моя ложь, я признаюсь в этом, каюсь перед вами, что действительно я утверждал, что в Одессе в Доме профсоюза были сожжены мученики. И потом этих людей рассекали на части. Это, конечно, моя ложь и моя выдумка. Это мирный, чудесный город. А Коломойцев, Порошенко, это святые люди. Кстати, русские люди. Ну, ничего, что у них двойное гражданство и другие фамилии. Это прекрасные, дорогие нам сердцу люди. Каясь, что я оболгал этих прекрасных людей. 788-107-0, телефон прямого эфира, плюс 7925-101-107-0, смс, киерусновости.ру, наш сайт. Здравствуйте, Алло, как вас зовут? Здравствуйте, меня Артем зовут. Артем, прошу, если можно, коротко. Да, значит, я хотел просто уточнить, вот как там организован у нас сбор средств добровольцем в Луганске до них. То есть нужно найти на сайте газеты «Завтра же квизиты». Артем, мы поняли вопрос. И заодно еще одно уточнение. Просто многое, действительно большой отклик. Вот ваш этот призыв получил, я вижу, по сообщениям, которые приходят на сайт, на смс-портал. Александр Андреевич, и пишут, что еще в городе какие-то палатки есть по сбору средств. Вот к ним имеете вы отношение или нет? Нет, я не имею. Я эти палатки вовсе не дезавирую, потому что таких центров много. Я знаю, что и в Екатеринбурге есть такой центр, и в Волгограде, в Сталинграде есть такой центр. К сожалению, вот вся эта работа, координация, она разбалансирована. Если бы этим занималось государство, если бы занималась власть, конечно, была бы координация. Был бы центр, были бы структуры, был бы административный ресурс. К сожалению, пока что вся эта работа, она распылена. И я говорю только об одном из центров, об одном из счетов, который опубликован на страницах газеты «Завтра» на нашем сайте. Он один из нескольких. Другие счета, они вне моей компетенции. Я не подвергаю сомнению их чистоту и честности. Что касается вербовочных пунктов добровольческих, конечно, я этим не занимаюсь. Но тоже каюсь. В то время, когда у нас была газета «День», газету «День» расстрелял Ельцин из «Танка» в 93-м году, поэтому мы основали газету «Завтра», шла война в Приднестровье. И тогда газета «День» была перевалочным пунктом. Мы направляли туда и добровольцев. В какой-то момент мой кабинет превращался в лазарет, заваливали его наши люди медикаментами, перевалочным материалом, капельницами. А в какой-то момент это был и бивак, и лагерь, и тайные посиделки руководителей. Сейчас все несколько иначе. Я отвечаю только за сбор средств. У нас еще одна тема. Крым. Путин, Владимир Путин поручил дополнить учебник истории главой про значимость полуострова. Он сказал, что до 15 августа этого года нужно вместе с Российским историческим обществом обеспечить включение в концепцию нового учебно-методического комплекса отечественной истории сведений о роли Крыма, в том числе города Севастополя, в судьбе Российской империи, Советского Союза и современной России. Это уже все опубликовано на сайте Кремля. То есть, очевидно, станет реальностью. Действительно, это глава будет. Глава об истории Крыма. Вот как вы считаете, чему должны научить молодежь эти страницы крымской истории? Я хочу, так как попробовал, прокомментировать это сообщение. Мы находимся с вами в моменте, когда история делается в наших глазах. Она сотворяется прямо вот из воздуха, из молекул. Мы живем в историческое время. Мы все являемся субъектами новой истории государства российского. Поэтому сейчас возникла необходимость внести в учебник главу о Крыме. Я убежден, что через это время возникла необходимость внести в учебник главу о Новороссии. Русская история меняется. Она входит опять в свое традиционное русло. Великое имперское русло. У нас отняли пространство. У нас отняли потенциалы. Нас рассекли. У нас отняли нашу историю. Наше самосознание. Все это медленно, но неуклонно возвращается. Поэтому крымская глава в этом учебнике, я думаю, будет написана должна. Будет написана должна, ее напишут не высоколобы профессора, о которых, как Мяковский сказал, профессор, уберите очки велосипед. Ее напишут патриоты, которых много в исторической научной школе. Мой друг Фурсов, например. Вы готовы принять участие? Я не историк. Вы же видите, я эмоциональный. Я поэт. Я приду и скажу, что ученики, давайте выучите наизусть стихотворение Пушкина, посвященное Крыму. «Среди зеленых волн, лапзающих Тавриду, на утренней заре я видел Мерииду». Вот меня этот стих постоянно томит. Когда Пушкин вышел на утренний пляж, и там увидел ту богиню божественную, которая вышла из березовых вод, там выжимала свои косы. И это был символ Крыма. Вот этот стих пусть молодые люди прочитают и поедут туда утром смотреть и подсматривать, как из волн выходит божественная Нериида. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто семь и ноль. Переходим к вашим сообщениям, к вашим вопросам. Я напомню, это СМС-портал РусНовости.ру, наш сайт, и семь восемь восемь сто семь и ноль. Телефон прямого эфира. Все это буквально через несколько секунд. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Программа «Без вопросов» и последний блок мы отдаем вам, нашим слушателям. Семь восемь восемь сто семь и ноль. Еще раз, это телефон прямого эфира. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. СМС-портал РусНовости.ру, наш сайт. Чему, на ваш взгляд, молодежь должна научить новая глава в учебнике истории? Глава истории Крыма. Здравствуйте, как вас зовут, Аля? Здравствуйте, меня зовут Ольга Павловна. Прошу. Возможно, что я немножко отвлекусь от Крыма, скажу в целом. Может быть, это затрагивая Крым. Александр Андреевич, конечно, материально очень важна поддержка. Но моральная, вам как писателю, наверное, должна быть ясна. Моральная поддержка для наших людей русских и в Крыму, и на юго-востоке Украины не менее важна. Может быть, надо начать сбор подписей через вашу газету, чтобы это как бы снизу шло к нашей власти, чтобы все-таки она хотя бы или признала референдум, или что-то произнесла, или, во всяком случае, обозначила более четко свои приоритеты. Потому что сейчас поедет в Нормандию президент и встретится там с Порошенко. Вот и какой вот эффект от этого у бедных людей? Ольга Павловна, значит, единственное, я сразу скажу, мы спросили, мы только что созванивались с пресс-секретарем президента, с Дмитрием Песковым, встречи с Порошенко в Нормандии не будет. И более того, мы спрашивали, будет ли поздравлять, планируется ли принимать участие в инаугурации. Нет, пока таких планов у российского президента нет. Нет, что касается поддержки, ну, наша газета все эти месяцы, начиная, наверное, с октября, она вся была там, вот в этой каше кровавой. Она была на Майдане, она была на улице Грушевского, она двилась по городам Юго-Востока, когда они еще не восстали. Она сейчас находится там. Недаром все говорят, что кадровый актив газеты «Завтра» находится в руководстве Донецкой Луганской республики. Потому что Александр Бородай – это автор нашей газеты. Потому что Игорь Стрелков, который сейчас ведет оборону Славянска, это наш автор. Туда ездят наши сотрудники, наши друзья, мои родственники туда ездят. Поэтому мы там сидим. Что касается подписей, ну, это какая-то старомодная форма, это форма такая, ну, какая-то старушечья, которая уже не действует. Нужны другие, конечно, средства. Я просто удивляюсь, почему, например, коммунисты молчат. Вот, загляните на их сайт, там пусто все. Там же сражаются, там сражается народ. Они хотят построить новое государство, не олигархическое. Они хотят построить новое социальное государство. Там все время трепещет красный флаг. Там они сражаются за памятник Ленина. Почему молчат коммунисты? Я этого не понимаю. А хозяйка завтра делает все, что ей по силам. И даже не по силам. Скидки на газ Россия даст для помощи в финансировании убийц-бандеровцев, спрашивает 44-й. Может быть, кран перекрыть, пока кровь течет, предлагает он. Можно перекрыть кран и даже взорвать газопроводы. Можно вообще облить всех русских, живущих в России, бензином и сжечься в знак протеста. Есть такие формы. У политиков другая методология. У политиков другие критерии. И газовая индустрия Газпрома в Европе должна уцелеть. Хотя бы часть ее. На этом зиждется, повторяю, благосостояние сегодняшней России. 788-107-0 по коду 495. Здравствуйте. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте, Вера. Да, Вера, прошу, коротко. Уважаемый Александр Андреевич, конечно, я лично не имею никакого верить в исконность. Вы знаете, что, во-первых, Крым вписала в Россию не нынешняя власть, а сама велика нашего государства. Во-вторых, вы видите, что мы постоянно как-то опаздываем у нашего государства, которое сделало такой выдающийся бросок в деле добычи и продажи нефти на Запад. А разве нет спецслужб, которые бы заранее смогли подготовить все данные по нашему ближайшему соседу, и чтобы вовремя предупредить эти события? А то мы очень быстро решаем, что Черномырдин или Зурабов будут послом, что какие нужно сделать либеральные реформы. А вот как сохранить людей побольше от Беслановской трагедии, Норд-Остая, или вот сейчас у нас всегда такая длинительная пауза, во время которой все больше и больше жертв. А вы как думаете, жертвы эти кому-нибудь нужны? Спасибо. А вы знаете, что после 91-го года у нас не было государства, у нас не было спецслужб, у нас не было армии, у нас даже президента не было после 91-го года. А то, что называлось президентом, это была тумба чугунная, которая управлялась инструментарием, находящимся за океаном. У нас не было ничего. Более того, после 91-го года страна была оккупирована. За каждым из наших чиновников стоял ЦРУшник. И вот теперь за эти 20 лет или 15 лет, мучительно, не в один момент, мучительно мы восстанавливаем государство. Оно не восстановлено. Конечно, вы правы, что на Украине за все эти десятилетия после Кравчука нас было очень мало. У нас не было наших некоммерческих, неправительственных организаций. Американцы набили Украину своими организациями, который был по существу детонатором для этого майдановского взрыва. Огромное количество грехов, огромное количество ошибок и неточностей. И упреки эти справедливы, но эти упреки не уничтожают главного. Государство развивается. Государство становится мучительно, со скрипом. Его бьют, его предают, кстати. Ему стреляют в спину. Болотная площадь стреляет в спину. Дефомирована все спецслужбы. Другие спецслужбы находятся на прокормлении у наших олигархов. Они нечестны. Но они есть и будут. Сегодняшняя крымская операция, которая прошла, это ведь операция не общества защиты животных. Это операция не пионерских организаций коммунистических. Это операция спецслужб. Она была проведена молниеносно. И это подсказывает нам, что у государства нашего есть инструментарий проведения столь сложных операций. Порошенко нужна встреча с нюрнбергским процессом, а не с нашим президентом. У Обамы необходимо отобрать Нобелевскую премию мира, пишет Барабулько. На сайт rosnovosti.ru так подписывается слушатель. Борис спрашивает. Зачем, говорит, нам чужие пространства, когда мы свои не хотим обрабатывать? Это правильно. Зачем нам нужны свои пространства, если мы их не будем обрабатывать? Надо и свои отдать. Надо ставить все пространства, которые мы обрабатываем, полисадник около своих домов, огородников. Шесть соток. И все, это будет Великая Россия. Так, еще плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один сто семь и ноль. Так, тут пишут, что есть приложение для мобильных, очевидно, устройств. Антимайдан, Крым, Антимайдан. Ну вот, сорок восемьдесят восьмой делится своими впечатлениями о том, как можно помочь сейчас Юго-Востоку Украины, очевидно. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Семь восемь восемь сто семь и ноль, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, меня зовут Юрий. Да, Юрий, прошу, ваш вопрос. Первое, скажите, пожалуйста, почему так слабо, так неслышны призывы наших по поводу введения миротворческих сил туда, каких-нибудь обществ. Это первый вопрос. Общих с кем? Вы имеете в виду что? Ну, естественно, что была Россия. То есть не НАТО, а ООН? Какие-то еще страны, но хотя бы ООН, я не знаю, хоть кто-то, чтобы как-то разъединили там силы, которые находятся. Вопрос второй. Нет такого ощущения, что нашим барыгам, олигархам нужен был Крым, а Донецк, собственно говоря, не особо и нужен, и Луганск. Но, что касается первого, то я думаю, что введения миротворческих сил не заинтересованы ни Украина, ни Америка, ни Европа. Они заинтересованы в тотальной войне и в уничтожении очагов сопротивления. Это раз. Это моя точка зрения. Я думаю, она справедливая. Потому что ставка сделана не на примирение, не на переговоры. Они уходят от переговоров всяческих. Ставка сделана на истребление восставших, на геноцид. Это раз. Что касается Луганска и Донецка. Это богатейший район. На этом районе набил себе Машну Ахметов. Он богатейший олигарх Украины. И если бы действительно за дело взялись наши олигархи, я так думаю, а они не взялись, они не трясут своей Машной. Простые люди трясут своими тощими кошельками, а олигархи не трясут. Но если бы они потрясли этой Машной в интересах государства, которое их кормит и которое позволяет себя оббирать, то есть Россию, то я думаю, что на Юго-Востоке была вообще другая ситуация. Они бы дали свои бабки на ПЗРК. Они дали бы свои бабки на пробитие окон на границе через Ростовскую область. Они дали бы деньги на формирование караванов. И добровольческое движение, оно не носило бы такой спонтанный характер. Оно носило бы организованный полувоенный характер. Поэтому олигархи, конечно, олигархи готовы прибрать все, что делает народ. Они так поступили с Советским Союзом. И так же хотят поступить с Крымом. Но Юго-Восток — это не менее мощная в экономическом смысле территория, чем Крым. 788-170, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Русская служба новостей. Да, вы уже в эфире. Представьтесь и задавайте ваши вопросы. Максим. Да, Максим. Да я хотел задать вопрос про олигархов. Почему они не перечисляют деньги? Я вот это сказал, потому что они сволочи, поэтому не перечисляют. Потому что они, эти олигархи наши, дружат с Порошенко. Потому что эти олигархи дружат с Коломойским, дружат с Фиртышем. Это одна брашка, одна компания. Хорошо, что они не перечисляют деньги на Майдан. Они бы могли туда перечислять деньги или на правый сектор. Потому что, наверное, бьют по рукам наши ФСБшники. Вопрос, наверное, не по адресу. Где больше американских активов в России или на Украине? Константин Кушнир прислал такое сообщение на сайт русновости.ру. Да, я не могу сказать. Так, еще что тут. Как бы ни оказалось, обращение патриарха Кирилла к Порошенко похоже на вручение Нобелевской премии мира Обаме. Пишет Олег тоже на сайт русновости.ру. Многие, мягко говоря, с негативом восприняли это поздравление. Для многих это выглядит как большая стратегическая ошибка. Но если опять войти в политические интересы, потому что церковь, это не только Христос и Христово распятие, это еще огромный институт со сложнейшими отношениями историческими, финансовыми. Сейчас у московской патриархии на Украине тяжелейшая ситуация. Идет захват приходов. Это филаретовцы, автокефальная церковь украинская, они захватывают приходы. Они хотели захватить Киевско-Печерскую лавру. А чудом сейчас оставили Почаевскую лавру. Поэтому идет избиение вот того духовенства и тех приходов, которые подчинены юридикции московской патриархии, патриарху Кириллу. И в этих условиях, допустим, Кирилл призовет Украину к оружию, моментально все вот эти укры, они уничтожат приходы, они всех батюшек за бороды вытащат из храмов и разобьют их головы о ступени. Поэтому это тоже политика, дипломатия. Она непонятна многим. Она вызывает во многих отторжение. Может быть, и во мне тоже. Я пытаюсь это объяснить. 788-107-0, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня Андрей зовут. Да, Андрей, прошу. Александр Андреевич. У меня вот такой вопрос, во-первых. Как известно, наш президент приглашен Ландом на празднование так называемого Дня Дэ. В Нормандию, да? Да, в Нормандию, да. И насколько прошла информация, что Порошенко тоже туда как бы незначай приглашен. Непонятно, в каком статусе, да, но тем не менее. Вот теперь как будет выглядеть наш президент, который сам как-то раз сказал, что как мы будем сидеть, переговаривать, если будут рваться снаряды с этой бомбой, если он вообще руку подаст. Андрей, мы спрашивали сегодня, переговоров с Порошенко никаких на ближайшее время не запланировано. Переговоров нет, но встреча-то будет, руку-то сжать придется. Я думаю, что это очень такой мучительный момент для Путина. И если это произойдет еще под камеру, это будет удар по его престижу. Но вы помните, когда была международная выставка мировая, первая Эксмо, когда напротив друг друга стояли два павильона, фашистский, гитлерский, и на нем был такой огромный, мощный, имперский орел со свастикой, а напротив был наш советский павильон. И там, на этом павильоне были колхозницы и рабочие эти ангелы, советские атлиты из нержавеющей стали. Они смотрели друг на друга, приходилось встречаться, приходилось пожимать друг другу руки. То есть форумы, форумы, это те места, где приходится сталкиваться в лоб с врагами, с противниками. Это особая ситуация. Как себя вести? Где посадить? Встретиться или не встретиться? Я подозреваю, что, может быть, в открытой форме таких вот контактов не будет. Но какая-нибудь кулуарная, закрытая встреча может быть. Это дипломатия. Дипломатия не исключает встречи ни с кем, даже с самыми лютыми врагами. Последний звонок успеваем принять. 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр, прошу. Я хотел Паханову спросить. Мне кажется, что Крым – это море, пляжи, курорты, а Юго-Восток – жесткий такой, рабочий класс. И Путин просто ментально непонятный и население, и тем более лидеры Юго-Востока, тем более наши люди. И поэтому, в общем-то, он не стремится оказывать помощь. Нет, это не так. Потому что Юго-Восток, включая, скажем, Киев, это КБ Антонова. Это мощнейший авиационный завод, который сейчас поставляет наш Воронежский авиационный завод. Заказы там строятся, самолеты по контрактам, по кооперации. Например, Харьковский могучий завод по так называемой Турбомаш, Турбоатом, Турбоатом, который стоит могучей турбины для русских атомных станций. И без этих турбин наши атомные станции, наши блоки, которые мы вводим по три в год, они ничего не стоят. Кстати, замминистра обороны был в нашем эфире в субботу. Говорит, что уже поставки прекращены, уже идут задержки даже того, что отправили на таможни, на границы. Поэтому мы уже это чувствуем на себе. Или, например, мотор «Сич» в Запорожье. Могучий завод олигарха, который поставляет двигатели для наших вертолетов, в том числе для нашего лучшего вертолета Ми-8. Поэтому это драгоценная вещь. Не говоря уже, друзья мои, о Южмаши, заводе в Днепропетровске. Великий завод в первое время построил ракету «Сатана». Ракета, которая удержала американцев от вторжения, от удара ядерного по Советскому Союзу. Поэтому эти земли драгоценны по экономическим потенциалам. Мы же там их строили. Их строил Советский Союз. Это драгоценные земли. Но дело я сейчас уже не идет, повторяю. Это не счет на копейки. Это не счет на блага. Это счет на русский фактор. На русскую душу. На русскую победу. Или на русское поражение. Александр Прохаунов. В программе «Без вопросов» нам пора заканчивать. И сообщение, которое пришло только что на информационную ленту. Это заявление МИД России. События в Луганске свидетельствуют об откровенном нежелании киевских властей искать пути межнационального согласия в стране. Подробности в ближайшем информационном выпуске. Служба новостей. Нам уже 18.